Ажиотаж в столичных магазинах телевизионного оборудования. Люди покупают тюнеры, готовятся к отключению аналогового телевидения. Это произойдет, напомню, для Киева и Кропивницкого с 1 августа, а для всех остальных регионов с начала осени. Что говорят зрители и что советуют эксперты? Елена Зорина все узнала. Вот антенна, она у нас подведена под крышу, антенна запрятана под крышей. Обычная старенькая антенна, вот благодаря чему большинство жителей отдаленного микрорайона Балашовка в Кропивницком смотрят телевизор. Этот телевизор у нас старенький, мы его на кухню поставили. Но показывает он кое-как сейчас аналоговое телевидение. Для Татьяны, мамы трех детей, это еще и повод вместе собраться за ужином. Так традиционно смотрят вечерние новости. Кілька років ми використовувалися приставкою Т2, але якість зображення в нас не дуже задовольняла. Зараз ми використовуємося простою антенною, а що робити через кілька днів ми взагалі не знаємо. Тюнер сломался і удастся ли його отремонтирувати, женщина не знає. Подключить кабельное в этом районе Кропивницкого невозможно, провайдеров нет. Да і поставщик інтернета всього один. Но картинку на телевизор он подаст, только если модель новая. Или нужно дополнительное оборудование. Щоб мы могли смотреть телевизор, нам нужно еще купить смарт-приставку. А это еще 2000 гривен. Пока Татьяна думает покупать новый или ремонтировать старый тюнер, в столичных магазинах небывалый ажиотаж. Люди разбирають Т2 тюнеры. Продажи, к примеру, здесь с начала недели увеличились вдвое. Купили уже около сотни таких устройств. Берут себе, родственникам, знакомым. Этот пульт, он инновесуальный. Его можно любим телевизором, не два пульта. То здесь сунул телевизор. Она настроена, телевизор включила и работает. Павел Иванович покупает сразу два, себе на дачу и маме. У мамы там оператор какой-то, непонятные каналы, 90% их не нужны, они их советуют. А мама смотрит 3-4 канала, мы решили, чтобы мама не зависела от них. Только цена выросла буквально за два дня. Эту брали, стоило 360, сейчас 460. За два дня цены выросли кругом на них. Переход на цифру начали еще в 2012 году. Но все время радикальные решения об отключении аналога откладывали. Для зрителей, как и для телеканалов, это, конечно, дополнительные затраты. Но без этого никак. В конечном итоге, уверяют эксперты, все только выиграют. Впрочем, просят не забывать, что новация далеко не для всех украинцев. По разным исследованиям, до 30-20% населения используют аналоговое телевидение. Потому что эта реформа будет касаться только этих людей. У нас есть регионы, в которых людям доступны 1, 2, максимум 3 канала. Когда мы перейдем все на цифру, предполагается, что они получат как минимум 32. Купить тюнер для просмотра цифрового, подключить кабельное, спутниковое или интернет-телевидение – это выбор зрителя. Все зависит от кошелька и того, что желаете смотреть. Ведь Владимир позаботился даже о крестной. Купил ей тюнер в село. У нее старый телевизор с модулятором тюнера. Он один такой есть. Там только антенный вход есть. Те, кто так и не определится с выбором, уже с осени, а кто и с начала августа, увидят в телевизорах белый шум. Старая дедовская антенна покажет разве что 1-2 канала. Елена Зорина, Евгений Каминский. Подробности – телеканал «Интер». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!